так всем привет сегодня я как видите без макияжа я решила собраться с вами показать как работают некоторые продукты мне пришли небольшие посылочки и я хотела бы показать вам как они работают в действии да и как они вообще по качеству в общем пришла мне такая маленькая посылочка от украинского бренда dini dini way это украинская марка косметики здесь коробочки были вот такие вот продукты здесь было две матовая помада в холодном красивом оттеночке меня спросили какую цветовую гамму я люблю я сказала что холодная универсальная все люблю пеночки 04 и в оттеночке 02 вот с удовольствием сейчас буду пользоваться попробуем при вас дальше была подводка фломастер тушь и помадка но помадка с ним не совсем моем оттеночки она рыженькая теплая очень вкусно пахнет и в принципе мне нравится кого смотрите я не знала что это блеск походу это блеск откручивается вот шапочка помадки и внутри ли образец помады или блеск вот в оттеночке 09 так вот красиво все оформлено было здесь такие вот опилочки и две визитки обязательно оставлю контакты кого заинтересует очень бюджетная я уверена что хорошая марка косметики так буду оформлять сначала глаза наверное у меня еще все запечатанное ничего не использовала ничего не открывала кроме помады это максим меня попросил открыть так с вами сейчас прям и буду начинать очень красивая упаковка смотрите хорошо все то есть не расхлябанная внизу даже вот есть отверстие отсек для спонжика здесь вот и что самое классное он крепится то есть он не просто кладется сюда он крепится и он не выпадает о еще зеркало есть класс вообще шикардос вот и оттенок очень красивый давайте просвотчим ой насыщенный класс я смотрю этот оттенок даже можно использовать как бронзер он такой холодноватый красивый оттенок даже сиреневатый тушуется в дымку так это первый оттенок и вот этим вот темным оттенком четвертым оттенком можно оформлять брови что я сегодня и попробую класс смотрите все упаковка шикарная очень плотно закрывается то есть смотрите вот не получится открыть пока вот правильно не возьмете упаковку сзади зеркальце внизу и вот спонжик тенюшек достаточно много два грамма достаточно много да я с удовольствием буду использовать этот оттенок сегодня на бровке поэтому посмотрим что будет давайте откроем подводку подводки такие фломастеры я обожаю потому что они идут с тоненьким кончиком так извиняюсь что класс открыла блин и маникюр слез прекрасно так вот открыла смотрим ух ты он еще и так я надеюсь будет видно ой как классно такой насыщенный смотрите обалденная сейчас попробую очень очень яркий черный оттенок давайте тушь попробуем благо тушь открывается легко туши я читала у а у моя любимая кисть я обожаю силиконовые кисти очень красивая упаковочка кстати как бочонок сделано вот поэтому давайте начнем быстренько я сейчас буду оформлять лицо к первым делом наношу хайлайтер хайлайтер у меня от эссенс вот такой вот и хотела с вами поболтать о показе о марафоне немножко впечатлений рассказать вот что хотела сказать по поводу марафона бежали мы 3 километра я до последнего не знала сколько мы будем бежать то есть за пару дней всего наношу вот такой вот бальзам от сифора или сифора это мне олечка подарила спасибо большое она мне летом дарила кардиган такой на тебе шафоновый не кардиган на накидку как будто вот в качестве базы наношу вот такой вот корректор от faberlic в светлом оттеночке и вот заполняю обязательно вот эту вот впадину у меня очень явный синячок беру бьюти блендер и вбивающими движениями то есть не растираю вот пришли мы конечно макс первый раз на метро со мной ездил испугался ужасно не знаю почему то есть видимо слышите два дебила это сила то мама сыном так общаются так дальше припудриваю возьму эту же пудру илюминаем такой вот кисть который я всегда закрепляю пудру под глазами и наношу хайлайтер вот и по поводу марафона не повезло нам к сожалению с погодой мы как только приехали то есть когда заходили у нас на баллоне не было дождя я думаю вау слава богу было утром даже солнышко было я думаю наверное повезет нам с погодой но к сожалению не тут то было мы как только вышли из метро сразу дождь спустился сначала начал моросить такой небольшой а потом уже прямо время начала марафона начался сильный дождь и я немножко промокла бежали три километра было 800 человек я при прибежала наверное в средине где-то для меня это очень высокий результат потому что я вообще думала что мы не добежим вернее я не добегу но слава богу все прошло нормально правда дышка была я прям не напрягалась я несколько раз останавливалась отдыхалом так буду брать вот этот оттенок холодный на растушевочную кисть и на припудренное веко буду наносить складочку вы сейчас сами посмотрите результат достаточно светленький что в принципе для дневного макияжа неплохо дает оттенок углубляет складочку но переборщить ним нереально смотрите симпатично очень получается я еще в конце добавлю немножко добавлю немножко темного оттенка уголочек вот очень симпатично цвет мой любимый мой голубой цвет глаз оттеняет хорошо вот часто спрашиваете почему я начинаю с глаз то есть всегда там найти вы видели я раньше тоже также делала сначала оформляла лицо потом уже наносила тени но последнее время тени достаточно часто осыпаются и когда ты оформишь уже оформишь лицо и потом наносишь тени то очень трудно смыть их приходится влажной салфеткой полностью стирать макияж под глазами и переделывать его заново и тоналкой и корректором это перегружает кожу и не очень красиво выглядит потому что по-любому будет видна разница полного макияжа который вы сначала сделали и потом уже контур то есть будет если вы припудриваете если не припудриваете то в принципе можно будет исправить бьюти блендером или кистью который вы наносили тон вот но мне удобнее сначала оформить глаза вытереть все что осыпалось и потом уже оформлять дальше и делать макияж так вот тенюшки мне очень нравится смотрите как красиво на вы видите очень красиво тушуются легко абсолютно то есть это мне не мусолила их 10 минут просто растушевочной кистью нанесла круговыми движениями просто вот растушевала сегодня иду на узи сердце завтра у меня следующий укол и надеюсь все пройдет хорошо у меня есть вот такой пигмент мне когда-то девочка из беларуси прислала два пигмента от ник спасибо огромное там по-моему тот пигмент который рекламировала когда-то виктория боня такой зелено-фиолетовый я наношу его под глазки ой под глазки подбровь очень-очень перламутровый поэтому переборщить не можно легко поэтому я наношу немножко под бровь и смотрите какое сияние сразу очень красиво и в общем потом перед награждением выиграла девочка которая которую я знаю она работала в фитнес-центре где я работала четыре года она была тренером двое деток умничка она намного быстрее чем все остальные пробежала марафон то есть я еще до средины не добежала она уже назад возвращалась поэтому разница колоссальная что еще хочу сказать с машей фросининой пообщалась очень как пообщалась попросила сфоткаться мы с максимом как раз стояли дождь такую лупил она очень красивая она нереально красивая в жизни она очень высокая очень худенькая стройная муж у нее тоже потрясающе красивый мужчина очень такая пара красивая получается вот давайте сейчас наверное нанесем стрелочку то есть глазами в принципе я там на каждый день особо ничего не вырисовываем вот такой вот кончик и давайте нарисуем ой рисует очень легко очень мягко очень довольна подводка посмотрим как она будет держаться в течение дня смотрите красиво получается этим кончиком очень удобно прорисовывать уголочек классная подводка и она внутри слышите немножко болтается видимо для того чтобы не высыхало внутри и распределение на кончик подводки было хорошее последнее время я очень люблю наносить вот этот вот светлый оттенок от ивраше на внутреннюю слизистую очень яркий и так дальше у меня появился вот такой тональный крем от peace это очень популярный как я знаю long cover fluid давайте попробуем сегодня его нанести он идет без помпы но это принципе не очень удобно не очень гигиенично да то есть мазать можно конечно на руку наноси да потом или на палитру или на палитру знаете стеклянная или металлическая палитра есть так и наносить я буду кистью отель очень светлый оттенок но он окисляется я уже пробовала я попросила прислать мне самый светлый что в принципе сделали можете видеть разницу достаточно плотный и у него запах как в профессиональных то есть я пользовалась криолан и на гримерскими перекрытие смотрим смотрите у меня тут достаточно явные высыпания есть сказать что он все перекроет это не так достаточно среднее покрытие добавлю свой любимый риммл и нанесу на проблемные места он перекрывает их потрясающе так и на отдельные места я буду наносить корректор корректор я буду наносить этот же от фаберлик в светлом оттеночке нанесить буду на высыпание и оставлю на пару минуточек под глазки тоже он очень увлажняющий поэтому не сушит кожу и вот пока займемся бровями так растушевываю я вот такой вот кистью здесь у нас класс смотрите как подсвечивает хорошо вот буду пока оформлять брови брови буду оформлять кистью 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 вот такая кистью у меня есть от колинсу когда-то присылали я помню всем блогерам буду оформлять с помощью вот этих новых теней от дини ботиночки 02 04 так как я сейчас люблю натуральные бровки то ой круто очень пигментация хорошая и оттенок холодный красивый класс смотрите очень красивый я их еще потом прочешу вот были на пока я показ очень красивый очень волнительный очень яркий и мне очень понравилось быть в роли модели на эти сначала очень переживали с девочками но потом после первого выхода такая колоссальная поддержка от зрителей хотелось ходить и ходить знаете очень видно поддержку в глазах поддержку в поведении в эмоции аплодисменты то есть там и кричали и аплодировали потрясающие вообще эмоции вообще и в эту субботу 14 числа будет еще один такой же показ в этих же платьях в торговом центре new way это на метро харьковской или на метро подняки вроде бы на подняках тоже будем в роли моделей поэтому класс вот значит корректор подсох я беру кисть для тональной основы и просто это все сглаживаю вот видите вот и дальше я пройдусь прозрачной пудрой от кайлин она делает эффект фотошопа поэтому мне очень нравится и буду я использовать вот такую вот кисть от из китайского набора очень мелкая мелкодисперсная яркий ну так знаете мягко сглаживает кожу не ложится такой вот прям найти какой бархатной маской приятный приятное освещение остается и я вообще обращаю рассыпчатые пудры вот стоим от вот эссенс вообще просто девочки прислали и в рассыпчатом виде и в спрессованной класс вообще супер так 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 закрепили дальше в качестве хайлайтера я буду использовать вот этот оттенок с очень хочу какой-то хайлайтер не знаю посоветуйте очень бюджетный смотрите как красиво я последнее время обожаю когда идет легкое свечение под этим и сглаживаем это все бьюти блендером красивое лицо получается в плане рельефа и в плане контурирования дальше 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 где мой любимый вот люкс визаж это вот моя вообще любовь 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 как он контур очень естественный холодный не ложится рыжим пятном он вообще нам не ложится он мягко растушевывает смотрите очень красивый эффект класс вообще обожаю вот девочки белорусские очень завидую вам что у вас очень качественная косметика и блин у вас наверное она вообще копейки стоит потому что у нас достаточно дорого так и последнее что я буду делать это пробовать тушь 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 обязательно наношу базу под тушь так я надеюсь у нас все фокусе нормально видно обязательно наношу базу от фаберлик это вообще шикарный продукт воды по поводу показа девочки спрашивали там комментариях зачем это надо ваш ну зачем я в это вязалось не вязалось а к чему это все если никакой помощи не идет я скажу так что помощь идет людям которые сейчас столкнулись этой проблемой и которые опускают руки и вот распространяя информацию об этой болезни да можно морально поддержать людей как никогда вот реально если бы я увидела например в начале своей болезни что онкобольные девочки на онкобуздоравливающие ходят по подиуму в красивых платьях и выглядят достаточно симпатично и красиво то меня бы это как-то поддержало знаете и я благодарна организаторам вообще всех этих проектов который делает социальную поддержку на социальную вот распространяют это все в люди на телевидении то есть большинство очень многие кстати подписчицы мои тоже писали что они стеснялись рассказать там не знаю знали только близкие болезни стеснялись попросить поддержки у друзей у знакомых то есть не там скрывали и и сейчас вот тоже порассказывали и например поделились нас друзьями с близкими не с близкими не переживает по поводу того что от них откажутся от них там не знаю их там осудят за что-то и меня это очень-очень мотивирует снимать для вас рассказывать и поддерживать всех очень много в директ сообщение девочки которые только вот узнали ближайшее время и стараюсь ответить всем стараюсь поддержать каждого так тушь смотрим вау класс тушь бомба вот сейчас мне нравится белорусская тушь смотрите на нижних ресничках так если будет видно очень круто смотрите глаз с ресницами и без обязательно наношу второй слой белорусская тушь однозначно делает длиннее а это вот сначала видите она делает длинные а потом она это кисточка то есть убирает слишки делает естественные красивые реснички если хотите например больше максимальный объем и удлинение то ждите пока подсохнет первый слой не совсем грамму закаменеет но время подсохнуть ему нужно дать так где здесь карандаш вот сейчас попробуем добавить и обязательно наношу карандашик на верхнюю губу сразу объем видите какой попробуем наверное матовую помаду открывается в оттеночке 08 так спонжик классический обычный убираю излишки бальзама вау оттенок нереальный она сразу знаете как бархатная ложится как будто пудровая очень красивая мне кажется оттенок потрясающий класс на губах вообще не чувствуется подсыхает красиво так и второй слой быстренько тушим и на этом будем заканчивать да хорошо расчесывает здесь в кисточке одна сторона короче одна сторона длиннее как вы смотрите какая красотища получается вот супер подсыхает помада немножко стягивать но для матовой помады это норм супер хотелось бы попробовать этот блеск давайте может на центр губ я нанесу ой пахнут карамельками какими-то ухты сразу пухлее намного в общем это нужно пробовать отдельно поэтому такой макияж у меня получился надеюсь вам было интересно особо ни о чем не поболтали но вы зато заметили как это все выглядит и в средине дня еще с вами свяжусь по видеосвязи да включусь включу камеру покажу вам как выглядят тени как выглядит подводка не смазалась ли у нас достаточно сильный ветер и посмотрим как это все держится вот бровки единственное что прочешу сейчас и все вот спасибо что были со мной собирались надеюсь вам было интересно все спасибо за внимание пока пока